Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас рубрика ванна у Светланы. Итак, поехали. У нас сегодня будет с вами качественный уход за кожей. Он будет направлен на очищение, он будет направлен на омоложение. Итак, поехали. Что на повестке дня? На повестке дня у нас с вами, девчонки, будет кислотный уход. Я хочу добить все-таки его еще пару неделечек можно. Посмотрела прогноз погоды, солнце не предвидится. А так уже март на дворе, уже нужно заканчивать, завязывать с кислотами. Если вы склонны к пигментации, пора прекращать. У нас будет два интересных продукта, которые я еще вам не показывала. Это две маски от решения. Вот так выглядят масочки. Здесь такой достаточно приличный объем. Давайте посмотрим с вами сначала очищающую всю информацию. Глубоко очищающая маска. Состав. Вам показываю, кому интересно, можете нажать на паузу, почитать. 98,5 ингредиентов натурального происхождения. Способ применения подробный на каждой баночке. Противопоказания, при какой температуре хранить. У нас с вами 72 миллилитра. Каждая маска приходит запечатанная, зафольгированная. И вторая антивозрастная. Тоже показываю вам всю информацию поближе. Здесь 98,7 ингредиентов натурального происхождения. Способ применения. И она тоже у нас с вами зафольгированная. Баночки прозрачные. Сквозь них мы можем видеть с вами цвет самой маски. То есть сама туба у нас с вами полностью прозрачная. Уже ими попользовалась. У меня сложилось впечатление. Очищающая и как раз таки у нас антивозрастная масочка. Они очень классные. Я к продукции Реши отношусь очень положительно. Много чего пробовала. В основном это был уход за волосами. Крема. Сейчас есть возможность попробовать маски. Они довольно бюджетные. Из бюджетного в принципе сегмента. Купила я их на Вайлберис. Потестировала, чтобы дать вам подробный отзыв. И мы начнем сегодня с вами очищение. День первый. Сегодня у нас направленность будет на очищение. А завтра у нас будет уже с вами антивозрастной уход. Так. С чего мы будем начинать? Начинать мы с вами естественно будем. День первый. Очищение. С очищением. Мицеллярная водичка. Покажу вам заодно, чем пользовались. Был запрос, что не было давно в ванной у Светланы. Эвелин. Мицеллярная водичка. Вот такая вот огромная. Заказывала на рандеву. Хватает надолго. Прямо вот надолго. Если у вас тоже есть в арсенале кислоты, добивайте. У меня уже пилинг Фаберлик стоит. Второй год. У него уже срок годности скоро кончится. Поэтому я его добью. Он слабенький. Пока ничего страшного нет. А дальше уже дальше. Дальше кислоты с вами откладываем до глубокой осени. Снимаем макияж. Привычный уход. И заодно мотивация. Кто расслабился, кто расслабился, давайте вместе со мной мотивируйтесь на хороший, качественный уход. Снимаем обязательно макияж мицеллярной водой. Даже если мы его не наносим, то в конце дня вечером мицеллярной водичкой очень хорошо пройтись. Потому что вся та грязь, которая на улице нас поджидает, все эти неблагоприятные факторы большого и не только большого города, они все равно оседают на нашем лице. Если мы с вами плохо очистили кожу, то никакие антивозрастные кремы, лифтинг, средства, сыворотки и так далее нам чудес с вами не сотворят. Забитая кожа, неочищенная, она не впитает в себя то количество, вообще ничего не впитает в себя. Поэтому, кто меня давно смотрит, вы прекрасно знаете, что очищение это моя любимая тема. Хорошее очищение. Так что мы делаем с вами дальше? Дальше я возьму от QA вот такой вот гель. Тут буквально на два применения. Он тоже кислотный, поэтому надо добивать, пока весна еще не в разгаре. И мы будем, собственно говоря, смывать мицеллярную воду и доочищать нашу кожу. Я вот такие продукты люблю оставлять на минутку на коже, чтобы все загрязнения подразъело, да, не подрассосались. То как мы с вами вот чистим раковину, духовку и так далее. Мы наносим средство, немножко ждем, а потом очистим, да, оно должно поработать. Также и с такими продуктами гель, пенка, молочко. Нанесли, одну-две минутки подождали, а потом начинаем по массажным линиям массажировать и смывать. Очистили кожу поверхностно, смыли гель достаточно хорошо, но все равно поверхностно. Что мы делаем дальше? Дальше у меня два шага пилинга Фаберлик. Первый шаг А, это, собственно говоря, кислоты, артикул 12-18. И второй шаг Б, это микроэмбразия, это типа гаммажа 12-28. То есть можно, в принципе, обойтись и шагом А. Это и есть кислота АХ, АХ-кислота. Прозрачный вот такой вот гель, жиденький. Пилинг Фаберлик очень деликатный для домашнего применения, поэтому его я даже наношу навеки. Вот так. И вот так. Выжидаем. В некоторых местах, кстати, покалывает 5-10 минут, и потом будем вторым шагом обрабатывать лицо. Время прошло. В некоторых местах, особенно в Т-зоне, вот немного на веках лицо покраснело. Где-то вот у меня в каких-то местах, видимо, где есть повреждения кожи, пощипывает. А в целом все нормально. Можно еще вот так помассажировать. Можно смыть первый шаг, а можно не смывать. И сразу по нему пройтись еще вторым. Микроэмбразия. Мне больше нравится такой способ. Это для тех, кто любит хардкор в уходе, как я. Я наношу на руку, наношу на лицо. Здесь много частичек. И они такие скрабирующие, полирующие. Они угловатые. Для тех, кто не любит скраб, вот именно с угловатыми частичками, вам не понравится. Проходимся как следует. Но если делать вот так на первый шаг сразу, то не так травмируется кожа. А если смываете его первый шаг, то потом на сухую кожу будет прям такой, можно сказать. Пилинг очень хорошо и деликатно отшелушивает. Я имею ввиду первый шаг. Любой кислотный пилинг отшелушивает роговевшие, мертвевшие частички. Именно они у нас в этом морщину с вами превращаются в золон. Поэтому без кислот возрастной кожи уже никак. Вот никак. Если хотите выглядеть моложе своих лет, без кислот, ну никак. Это мое голову. Как следует, прошлись, помассажировали, все смываем. Кожа прекрасно очищена. Просто потрясающе. Все замечательно. И следующим этапом у нас как раз будет масочка Риши. Маска у нас с вами рассасывает комедоны, растворяет сальные пробки. То есть вот жирная кожа, прям присмотритесь. Маска нежно очищает поры, не высушивает. Очищает без чувства стянутости. Поглощает избыток кожного сала, матирует кожу. Вот совсем абсолютно согласна. Делает менее заметными пост-акне. Успокаивает любые покраснения. Вот это нам сейчас как раз и нужно после агрессивного воздействия кислотами. И от черных точек. То есть поры вычищает тоже на ура. Сейчас вы сами все будете наблюдать. Так. Я буду наносить ее кисточкой. И пока буду наносить. Что-нибудь интересное вам расскажу. Здесь у нас, кстати, с вами спирулина. Я очень люблю этот продукт в косметических средствах. Он регенерирует. И, как бы, знаете, вот плотной, что ли, больше кожи становится. Смотрите, какая красивая. Я прям на кисточку выдавливаю. Еще у нас здесь есть экстракт шпината. Он увлажняет. Но увлажняет вот именно в таком хорошем смысле. То есть утяжеления никакого на коже нет. Вот я такие продукты, богатые по составу, всегда наношу и на веги. Так, что еще у нас здесь вам рассказать. А, еще шпинат, кстати, от пигментации. То есть есть такой легкий высветляющий эффект. И при регулярном использовании нам обещают осветление пигментных пятен. Так, еще у нас здесь органической серой цинк. Салициловая кислота. Это вот как раз то, что нужно. Экстракт чайного гриба, который тоже борется с воспалительными процессами. Еще у нас здесь неоцинамид. Это вообще потрясающий компонент. Мне очень нравится он в уходе. Потому что он способствует выработке естественного своего коллагена кожи. Так, наносим дальше. Расход, кстати, у маски небольшой. Вот я вам показала, да, сколько я израсходовала за три раза. Небольшая. Поэтому, прям, если делать один-два раза в неделю, ну, два лучше, конечно. То на месяц точно хватит курса очищения. Прям вот так. Я бы даже ее и на губы нанесла. Потому что тоже, да, веки веками, вы знаете, я их всегда очищаю, увлажняю и так далее. На губы-то тоже нуждаются. Поэтому вполне такую масочку можно и на губы наносить. Красивая, красивая, да. Кстати, что еще хочу сказать. Вот эта маска, она, если есть какие-то бяки, подкожники и так далее, она это все дело вытягивает наружу. Я встречала в своей жизни не так много, на самом деле, средств, которые способны из кожи вот эту всю бяку вытягивать. Подкожники, воспаление и так далее. Поэтому, если вдруг вы сделали маску, на следующий день увидели, что у вас где-то вылез прыщик, скорее всего, там сидел подкожник. Не подкожники, они обычно чувствуются, да. Кто понимает, о чем я говорю. Вот, если вылез прыщик, то пугаться не надо. В первые разы, то в первый-второй раз после применения такое возможно при регулярном применении. А потом уже, вот сейчас я какое дело уже, четвертый раз ее, да, у меня уже ничего нет. Первый раз у меня, по-моему, один вылез, потом уже ничего не вылезал, но я слежу за кожей, у меня такого особенно не бывает. Очень хорошо еще, знаете, пользоваться местным. Вот если где-то назревает прыщик, или он уже вылез, можно точечно вот эту маску нанести на это место, да, можно ежедневные основы использовать. И тогда он быстрее вылезет, подживет и подсохнет. Даже если акне на стадии появления, в процессе заживления, очень хорошо вот эту масочку использовать. Кстати, мне нравится очень ее аромат. Она пахнет как-то натуральненько, плюс вот что-то типа ментовола, вот я здесь такое ощущаю, что-то такое зелененькое, вкусненькое прям, вот мне нравится очень аромат. И еще есть небольшой холодок. Вот она немножко холодит и успокаивает, это ощущается. Если у меня лицо такое было немножко гиперемированное, и на ощупь такое хорошо разогретое после пилинга, да, то здесь я уже чувствую, что кожа уже успокоилась, мы только с вами нанесли, и я уже чувствую, что она успокоилась, есть такой холодок и какое-то такое приятное, комфортное ощущение. То есть все вот эти раздражения, которые были, где-то там немножко жгло или еще что-то, все прошло. Вот это вот классный очень эффект, после таких вот травматических воздействий на кожу, да, вот эту масочку, ой, и летом сейчас весной, вот девочки, летом весной это вообще будет гад. Потому что есть такой холодок, он ощущается прям по всему лицу. Ну что, мы с вами ходим 10 минут еще, наверное, 10-15 минут, и будем смотреть и смывать. Прошло 15 минут, смываем. Как вы видите, маска в корку не застывает. Я безумно люблю такие сейчас очищающие продукты, потому что те маски, которые застывают в корку, могут пересушивать. Вот, поэтому все отлично, все замечательно. Умываемся. И несмотря на то, что это очищающий продукт, очищающая маска, мне вот после нее уже наносить ничего не хочется. Во-первых, некоторое время после смывания остается вот этот вот приятный очень холодок. Во-вторых, кожа увлажнена. Она лоснится, она здоровая, у нее выровнен тон. Есть легкий выбеливающий эффект. Все покраснения, неровности, которые были на коже, они ушли куда-то. То есть вот все идеально, ровненько и очень красиво. Мне безумно нравится эффект от этой маски. Я бы вот на лето себе штук 5 таких бы заказала. Ей бы пользовалась прям вот каждый день. Каждый день не очень рекомендуется, но все равно вот здоровая-здоровая кожа. Вот просто потрясающе. Безумно нравится. И этот эффект легкий выбеливающий, он как бы, знаете, такой не агрессивный, а просто легкий выбеливающий. Поры идеально чистые. Вот они везде идеально чистые. Они узкие, они сушеные. Они очень узкие, их практически не видно. Все чистенько, гладенько и просто великолепно. Но мы будем завершать свой уход. Тоник биоглу. Даже не тоник, а тоник, да. После масочки все-таки хорошо протонизировать кожу. Так, дальше, 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 дальше. Приготовила уход и все. Я уже не найду, что приготовила. А, сыворотка. Беру кислотную тоже. Пептидную и кислотную. Здесь немного кислоты составлю. Вот так. Насыщаемся. И крем после такого тотального очищения хочу вот именно Global Oxygen Faberlic 5806 сегодня нанести. Это кислородный бальзам. Вот такой он голубенький. Я бы даже сказала, это больше гель, нежели крем. Но он бальзам. Мне очень нравится оттушку. Это я ее прям обожаю. Запечатываем этим бальзамом сыворотку и наслаждаемся результатом. Наша кожа дерьмо очищена. Красота. Ну вот и все, мои хорошие, спокойные ночи. Завтра у нас с вами будет омолаживающий год. Ну а теперь у нас утро, которое мы тоже начинаем с очищения кожи после вчерашнего ухода. Выглядит просто великолепно. У меня будет гаммаж Oxiology 0271. Слегка смачиваем лицо и массируем. Субтитры сделал DimaTorzok Кожа очищена. И теперь у нас с вами антивозрастная маска Реша. Тоже очень классная, суперская. Она у нас с вами уменьшает глубину морщин. Для ровного тона лица очень хорошо выравнивает. Потрясающий эффект. И для гладкости увлажнения кожи повышает упругость тонус, насыщает кожу антиоксидантными. У меня здесь очень интересный тоже состав хороший. Она вот такая вот желтенькая. И запах у нее обалденный просто. Хочется попробовать на вкус. Такая вот ванилька здесь. Ягодки какие-то. Шоколад белый. Не знаю, прям очень вкусная. Здесь у нас с вами лифтинг эффект. Хорошее качественное увлажнение. Снимает стянутость, если такова имеется. То есть все те факторы, которые направлены на антивозрастной эффект. Чтобы у нас кожа с вами не старела, что нужно? Чтобы она была всегда напитанная, увлажненная. Сухая кожа стареет быстрее. Это как бы всем понятно. Выравнивает, подтягивает. Восстановление сухой кожи, глубокое увлажнение. Анти-Айдж эффект. Делает кожу мягкой, сияющей. Освежает цвет лица. И предотвращает появление новых морщинок. Очень приятная маска. Она такая, как сливочки. Это медовая маска. И здесь у нас в составе мед и прополис. Вот медовая вот эта нотка, она тоже здесь присутствует. Такая вкусненькая, натуральная, сладенькая. А еще у нас здесь с вами церамиды. Они борются с сухостью, шелушениями, высыпаниями. И какими-то аллергическими даже проявлениями на коже. И в составе целых 5 видов гиалуронки. Поэтому, в принципе, кожа прям мгновенно практически после маски очень улажненная. Как будто, знаете, водички попила. И в составе еще есть кофеин. Я его тоже очень люблю. Поэтому эту маску наношу на веки. Кофеин очень хорошо разглаживает морщинки. Он придает как-то коже свежесть такую, упругость. То есть, многие кремушки у нас с вами для глаз, да, они содержат для века. Они как раз содержат кофеин. Так. Все. И ее, кстати, можно применять ежедневно. То есть, если возрастные изменения сильно выражены, то можно использовать ее каждый день. Вот такая вот экспресс-масочка. Очень приятный аромат. Везде как следует нанесли. И выжидаем 10-15 минут. Ее можно наносить и на зону шеи, и декольте тоже. В общем, где есть проблемные участки, туда и наносим. Ну что, пришло время смывать. В некоторых местах, где кожа более сухая, это вот лов. Маска практически съелась кожей. Маску, кстати, рекомендуют удалить при помощи влажных ватных дисков. Но я всегда делаю влажным спонжиком. В принципе, это то же самое. По факту. Лицо очень увлажненное, напитанное. Вообще не требующее никакого дальнейшего ухода. Оно прям светится, здоровье молчится. Мне очень нравится эффект от этой маски. Вообще просто. Но мы все равно с вами ее протонизируем слегка. И нанесем дневной крем с СПФ. Потому что у нас сегодня солнышко, и нужно выходить на улицу. Тон ровный. Есть такой здоровый румянец и лоск. Вообще потрясающе. Все отличненько. Вот прям прикасаешься, как будто к персику. Тоник Диагло у нас опять с вами. Он, кстати, тоже кислотный. Поэтому летом я его брать не буду. Кислот с нас хватит. Дальше какой будет уход? Вообще просто минимальный. Я обычно, знаете, как делаю? Я крем-куркума. Дневной он с СПФ. Совсем немного. И патчи. И делать макияж. Вот и все. Но после этой маски вообще не хочется наносить ничего. Кожа настолько и без утяжеления. Напитанная, разглаженная, мягенькая, мимические. Все сглажены. Вообще супер. Слушайте, за такие деньги, как будто вот какой-то люксовый продукт. У меня эти две маски, они сейчас в любимчиках. Так, куда у меня есть зеленое дело? Прям присмотритесь вообще. На Валберес они продаются по одной и две в комплекте. Я взяла сразу две. Потому что и очищение, и антиэйдж эффект уже нужны. Нужны всегда, скажем так. Вот. Вот и все. Просто красота. Никакое даже тональное средство наносить не буду, потому что кожа и так выглядит великолепно. Так, и патчи у нас с вами будут. Я прям на крем, на дневной наношу патчи и иду делать макияж. Вот так я люблю сейчас в последнее время. И эффект от них тоже вижу. One with Miracle, Фоберлик. Нравится. Уже почти пустая баночка. И вторая стоит в запасе. Ой, ведь в программе так их, наверное, и буду брать. Их, правда, первые две минуты приходится поправлять. Они сползают. А к концу, когда подходишь, тут вообще очень много сыворотки. Пару раз поправишь, а потом все отлично. Ну вот и все, мои хорошие. Надеюсь, замотивировала вас на качественный уход. Ухаживайте за собой. Любите себя. У нас весна уже на дворе. Всем отличного солнечного настроения. Ссылочку на маски оставляю под видео. Проходите, знакомьтесь. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok